и я планирую сделать совершенно уникальную раму для этой картины к сожалению так получилось что я уже какой-то элемент выточил на токарном станке и я не успел вам показать как я это делал я думаю что дальнейшие какие-то вещи которые я буду делать вы сможете уже увидеть на видео и это будет практически те же элементы чуть-чуть по-другому выполнены сегодня я хочу попробовать сделать выточить на токарном станке три элемента которые будут на вершине этого этой самой рамы раму планируется чтобы она выглядела как вот эти окна знаете резные в деревнях раньше были и мне кажется для данной картины такая аутентичность вполне уместно для рамы я покупаю вот такие брусы это 60 на 40 и сейчас я буду отпиливать нужные мне фрагменты отсюда потом на рейсмусе выводить это в плоскость чтобы плоскость была максимально ровная приклеивать друг к другу стягивая струбциной и получать некую заготовку которые я буду точить на этом токарном станке так Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Сначала превратить это надо мне в рубляшок, а потом я уже буду обтачивать, создавая некую форму того, что у меня должно, по идее, получиться. Результат я вам уже покажу позже. К сожалению, снимать не могу по причине того, что держать одной рукой и снимать это небезопасно. Редактор субтитров А.Семкин Из того, что я склеивал здесь, через рейс, проводил и так далее, заготовочки, у меня получились два вот таких навершия. Они будут располагаться на углах, наверху, над каждым углом. Ну и плюс в середине должна быть такая плоская, длинная. Вот эти заготовочки я уже сделал раньше. Сделал их просто. Значит, две... Сейчас покажу, как... А, вот так, правильно. Две части соединил. Вот, расточил. Потом разоединил. Получилось две вот такие... Две получились такие штуки. Они будут по краям самой картины. И, соответственно, это будет уже наверху, над... Следующий шаг. Это на вот таком распиловочном лобзике. Я вырезаю вот такие орнаменты. Ну, реально, конечно, снимать и выпиливать одну рукой неудобно. Субтитры добавил DimaTorzok. 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 Добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Сегодня я выпилил вот эти два орнамента. И закончил верхнюю, такую половинку валясины, которая будет между вот этими двумя. Задумка моя достаточно интересная. Надеюсь, что я её уже скоро-скоро завершу. И вы увидите, какая будет красота. Это будет рама. Добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Собрал раму. Прикрепил сюда вырезанные элементы. Всё склеил. Показывать, как бы не стал, как я делал вот эти вот короба, ну это же просто, на пюле я распилил сегменты, склеил и прибил к раме, вот и все. Сегодня я буду заниматься тем, что я допилю вот эти резные элементы, которые планирую сделать вот здесь наверху. Также мне нужно будет сделать здесь короб, сделать выемку для вот этого элемента, туда его тоже вклеить, вбить. Ну и, соответственно, нижнюю часть придумать орнамент, разработать его и по этому орнаменту выпилить нижнюю часть. Соответственно, в нижней части тоже сделать какой-то декоративный элемент. Вот, в принципе, и все. Простейшие моменты я вам не буду показывать. Как пилю на станке вы уже видели. В принципе, как собирается эта рама. Ну, я думаю, люди все взрослые, все прекрасно понимаете, как там состыковываются и как это склеивается. Ничего особенного такого нет. В принципе, идею я вам уже рассказал. Наверное, уже покажу готовый вариант этой рамы. Ну, может быть, еще вот покажу, как я ее буду красть. Хочу ее покрывать морилкой для того, чтобы создать, чтобы и структура этого дерева осталась вроде бы, да. И в то же время придать этому дереву некое благородство. Все это будут эксперименты. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот так. Пошел работать. Друзья, результат у меня получился вот такой. Объем у рамы есть, естественно, у резьбы, у всей этой есть объем. Ну, низ еще вот пока не доработан. Но все остальное, оно выглядит вот так. Задумка – это деревенское окно, в котором видна бабушка со своей коровой. Картина называется «Кормилица». Я ее так назвал. Вот, сюжет достаточно известный. Вот, ничего такого особенного, но рама получается такая. Осталось ее доработать низ, затонировать, покрыть лаком. И картина готова.